Всем привет! Сегодня расскажу про уникальный диалог с безымянным бандитом, который стоит на дороге по пути в Хоринис. Но это требует небольшой подготовки. Сначала сбегаем вперед и убьем волка, чтобы не потерять опыт в дальнейшем. Убиваем волка. А теперь мы готовы к разговору с бандитом. Эй, откуда ты такой взялся, а? Конечно спустился с гор. Я спустился с гор. Точно, ты спустился с гор. И это плохо для тебя. Очень плохо. Тебя ищут. Целая куча плохих парней. Есть человек, с которым тебе просто необходимо переговорить. Иди за мной. Просто так не пойду. Кто ищет меня? За тобой охотится. Половина Хориниса. А ты хочешь сказать мне, что ничего не знаешь об этом? А, понимаю. Ты не хочешь говорить мне об этом? Хорошо. Это твое дело. Так ты идешь или нет? С кем я должен поговорить? С кем я должен поговорить? С нашим главарем. Его зовут Браго. Он лучше все тебе объяснит, чем я. Ну что ты, мы идем? Нет, не идем. Откуда мне знать, что это не ловушка? Знаешь, я уже устал от тебя. Если тебе не нужна моя помощь, можешь просто идти в город. Пусть там тебя посадят за решетку. Либо ты сейчас идешь со мной, либо забудь о том, что я тебе говорил. Полегче, приятель. Полегче, приятель. Кое-кто уже пытался провести меня. О-о-о. Этот парень предложил, чтобы мы вместе нашли амулет и поделили доход. А когда мы достигли нашей цели, он со своими дружками напал на меня. Похоже, ты просто связался с плохими людьми. И где это было? А сейчас выяснится, что бандит хороший человек. Я был заключенным в горнодобывающей колонии. Ты пришел из-за барьера? Парень, тогда мы были там вместе. Я не знаю тебя. Я был с актером в старом лагере. И оттуда почти никогда не выходил. Но сейчас важнее то, что у тебя большие проблемы. Кто-то назначил кругленькую сумму за твою голову и раздал несколько постеров с твоей физиономией. На твоем месте я был бы очень, очень осторожным. Среди нас есть люди, которые за деньги готовы убить свою собственную мать. Но я думаю, что мы, бывшие заключенные из колонии, должны держаться вместе. Тогда я должен сказать тебе большое спасибо. Пусть ики. Просто постарайся остаться в живых. Напомню, что перед этим диалогом мы взяли квест у Кавалорна на убийство бандитов. Но с ним не пошли. И сейчас предупредим этого бандита в благодарность за то, что он нас предупредил. И получим за это 50 опыта. И вот поэтому мы убивали волка. Потому что он сейчас побежит на место его обитания. И так бы мы потеряли наш ценный опыт. Но это еще не все. Сейчас мы сходим к христианину. И получим еще 50 опыта. За этого бандита. Привет, чужеземец. Я видел, как ты спустился с гор. Тебе повезло, что ты не пришел три недели назад. Мы бы приняли тебя за беглого каторжника, а с ними у нас разговор короткий. Ты выглядишь абсолютно измотанным. Что тебе нужно здесь? На меня напали бандиты в горах. Вот мерзкое отродье. Это, вероятно, те же ублюдки, что уверил у нас овцу прошлой ночью. Тебе еще очень повезло. Редко кому удается уйти от них живым. Я знаю, где прячутся эти бандиты. Ты хочешь напасть на них? Я в такие игры не играю. Это слишком опасно. Кроме того, мне нужно присматривать за овцами. Но если ты думаешь, что можешь избавить нас от этих подонков, все на этой ферме будут очень благодарны тебе. Мне нужно идти. Ты еще одна грязная тварь! Опа-опа, опыт-опыт. Одной мерзкой тварью меньше. Прекрасно успели забрать свой опыт. И сейчас, после этого диалога, мы второй раз предупредим нашего бандита о том, что его хотят убить. И он снова даст нам 50 опыта. Вот такие секретики. Меня послал один из фермеров у города. Меня послал один из фермеров у города. Что? Фермеры знают об этом укрытии. Они заметили пропажу овцы. Он хочет, чтобы вы все были мертвы. Подожди. Ты ведь не сделаешь этого со мной, правда? Ведь я помог тебе. Иди туда и расправься с другими, если ты так жаждешь крови. А я сваливаю отсюда. Также есть возможность в начале игры узнать, где скрывается Декстер. Кто назначил цену за мою голову? Я этого не знаю. Только один из нас видел его. И кто это? Эй, послушай. Я действительно не могу сказать тебе это. Кто знает, как все выйдет? Надо предложить ему 10 золотых монет, но предварительно можно их и скинуть. Но, думаю, не стоит обманывать хорошего бандита ради 10 золотых. Десять золотых монет за имя того, кто назначил цену за мою голову. Ах, я действительно не могу сказать. Выкладывай, живее. Ах, парень. Хорошо. Его зовут Декстер. Около большой фермы есть крутая скала. На ней сторожевая башня и несколько шахт. Он устроил свое логово где-то там. Видишь, это было не так уж и сложно. Вот твое золото. Только никому не говори, что это я назвал тебе его. Забираем у бандита картинку о своем розыске и идем к Кавалорну выполнять его квест. Могу я взять эту картинку? Конечно. Ведь на ней твоя рожа. К сожалению, не знаю дальнейшую судьбу этого бандита. Возможно, его убьют ищущие или что-то еще произойдет в других главах. Если вы знаете, расскажите, пожалуйста. Всем спасибо за просмотр. Рад, если смог помочь. Пока.